Меня зовут Андрей Колесников и я хочу рассказать о книге Alibaba, дом которой построил Джек Ма, автор Дункан Кларк. Alibaba в 2014 году привлекло на IPO 25 миллиардов долларов. Это самое успешное IPO в истории. Основатель компании стал самым богатым человеком в Китае. На огромном рынке интернет-компаний, соединяющей производителей и потребителей, оптовиков и розничных торговли в китайскую глубинку экспортеров и импортерами на другом конце света обречена на процветание. Железный треугольник, как называют конструкцию своего интернет-концерна Джек Ма, состоит из трех ключевых элементов – мелкооптовая торговля, финансы и логистика. Джек Ма скопировал существующие американские технологии, но именно личность Джека Ма – главный ключ к успеху Alibaba Group. Характер и судьба этого человека раскрывают перед нами необычный Китай и будущее, в котором мы все окажемся. За 15 лет мы изменили Китай, в следующие 15 лет мы изменим мир, провозглашает Джек Ма. Часть первая. Педагог, переводчик, предприниматель. Юй Ма родился в 1964 году. Его мать работала на конвейере, отец – фотограф. Он был слаб в математике, зато слушал по радиоанглийские книги и нашел способ обучаться разговорному английскому языку. Он вставал в 4 утра, приезжал к отелю, где селили иностранцев и просил их поговорить с ними. Но учился даже водить экскурсии. Любимая книга Ма в детстве – Том Сойер. Веселый озорник на равных, общающийся со всеми, умеющий проворотить работу в игру, собрать команду, покрасить забор. Американская семья, подружившаяся с Ма, подарила ему имя Джек. Другая семья из Австралии взяла над ним шерстство. В 1985 году они пригласили юношу в гости. Когда Джек Ма женился, они даже купили ему квартиру. Залог за квартиру стал потом стартовым капиталом Джека. До поездки в Австралию Джек верил, что Китай – самая богатая страна в мире. Шок от столкновения с реальностью, всего лишь небольшой австралийский городок, помог сформулировать несколько принципов. Отныне Джек Ма ничего не принимает в веру и живо интересуется происходящим в мире. Он хочет стать богатым, получить от жизни удовольствие и помогать другим людям разбогатеть. Другой, не менее важный, опыт юного Джека – опыт неунывающего неудачника. Так он себя аттестовал. Он только с третьего раза еле прошел в местный педагогический университет, и то в связи с недобором мальчиков. «Ничего не бояться, потому что у тебя ничего нет. Мечтать обо всем, потому что у тебя ничего нет. Неудачи принимать с юмора. Тот, кто не боится, непобедим». Он, не добравшись баллы, возглавил сначала студенческую ассоциацию своего университета, а затем студенческую федерацию всего Ханчжоу. Он уже понимал, что его преимущество – коммуникабельность и бесстрашие. В 1988 году, закончив университет, Джек единственный из потока попадает преподавателем английского и международной торговли в Институт электронной инженерии. И продолжает бесплатно вести кружок разговорного английского. Он открывает агентство «Хоуп», «Надежда», переводы и помощь в поиске зарубежных клиентов. Но Джек Ма не решился уйти с преподавательской зарплаты примерно в 50 долларов и своим агентством занимался по вечерам и в выходные. Глава вторая. Бизнесмены с зубной щеткой. Провинция Чжанчжэн стала одним из испытательных полигонов реформ Дэн-Сиабина. Уже в 1978 году здесь государственная монополия во всех сферах производства и торговли была ослаблена. Появились кооперативы фермеров в партнерстве с городовскими торговцами. Первые ИП – по большей части семейный бизнес. В 1984 году власти провинции пригласили успешных бизнесменов на прием. Многие брали с собой зубные щетки, боясь, что им так же арестуют. Немало предпринимателей уже два года сидели в тюрьме по обвинению в спекуляции. Прозвучавший в 1992 году лозунг нового курса «Разбогатеть великолепно» с особым рвением внедрялся в жизнь родной провинции Джек-Ама. Единственным источником богатства в стране, где у частных лиц денег пока нет, а государство не финансирует предпринимателя, это иностранные заказчики, привлеченные дешевизной местного труда. В провинции появились города одного товара, производящие до 80% мировой продукции. Стальные двери, мотороллеры, носки, те самые зубные щетки. В 80-е годы в Чанчжоу создались будущие компании-миллиардеры. Их основателем были уличный торговец мороженого, создал крупнейший комбинат производителя напитков. Человек, собиравший из запчастей холодильники, его промышленный комплекс прикупил компанию «Вольво». Скупщик металлолома, запчасти к автомобилям, пользуясь тем, что из Китая не было возможности проверить деятельность. Западные компании-мошенники дурили китайцев. Так пострадал округ Тунлу, неудачный выбравший американских спонсоров для строительства хайвея. И это обернулось счастливым шансом для будущего основателя интернет-империи. Власти снарядили его в США разобраться с пропавшими партнерами, а он открыл для себя интернет. Глава третья. Где в Китае интернет? И где интернет в Китае? Все ответы Джеку показали тогдашний интернет, в основном с желтой страницы. Где тут Китай? – спросил Джек. Китая в интернете не оказалось. Он вернулся домой с IBM 486 в чемодане и зарегистрировал чуть ли не первую в Китае интернет-компанию. China Pages. Компания состояла из Джека, его жены, партнера и девушки-партнера. Типичный для Китая семейный бизнес. Типичный для Джека замахом – вывезти Китай на мировой рынок. Основная проблема заключалась в том, что не только Китая не было в интернете, но и в Китае не было интернета. Если удавалось найти заказчика, Джек переводил материалы на английский, отправлял по факсу в Сиэтл, там делали сайт и присылали скриншоты, которые Джек распечатывал и показывал скептически настроенным клиентам. В конце года в Ханчжоу появилась интернет-связь. Страничка грузилась в три с лишним часа. Это было часть счастья, вспоминал Джек. США проявляли желание подключить Китай к интернету, предвидя коммерческие перспективы. Китай со своей стороны спешил развивать технологии, считая, что крах СССР, Советского Союза, был главным образом вызван отставанием в телекоммуникациях. Но стремясь к открытости в технологии и торговле, власти желали оставлять за собой полный идеологический контроль, фильтровать нежелательный контент и сохранять, если не монополию, то существенное влияние государства в этой сфере. Первое подключение Китая к США произошло в мае 1994 года между двумя институтами. На тот момент в стране имелось 27 миллионов стационарных телефонов и 600 тысяч мобильных. Компьютеров почти не было. Проблему интернализации всей страны власти Китая решили конкуренцией не между частными провайдерами, а между ведомствами, которые поручалось строительство золотых ворот. Чтобы из сайта, размещенного в США, превратиться в доступный для соотечественных онлайн-портал, China Pages нуждалось в покровительство наверху. Джек Ума удалось найти старшего партнера, но государственная компания отобрала контрольный пакет, а в ноябре 1997 года Джек оказался от своей доли акций и уехал в Пекин. В следующие два года он состоит на государственной службе, создает официальный сайт China Market, тяготится бюрократии и мечтает вернуться к предпринимательству. Потеря China Pages, минувающий неудачник, постоянно вспоминает как один из важнейших уроков. И даже как множество уроков. Никогда не брать на себя контрольный пакет, не подминать партнеров. Править мудростью, смелостью и дружбой, а не капиталом. Не бояться самых сильных противников. Слон не затопчет муравья, если муравей достаточно пароволен. С государством нужно ладить, но не сотрудничать. Роль государства в предпринимательстве проверять всех. В интернет-компании все будут сами проверять всех. Голова четвертая. Сезам, откройся. В пекинский период Джек более всего боялся упустить момент, когда можно вернуться к предпринимательству. С China Pages он поторопился, теперь рисковал отстать. Частные интернет-компании сумели все же потеснить на рынке государства. Власть обладала ресурсами, но не умела ими распорядиться и безнадежно отставала по контенту. На первопроходцев китайского интернета больше всего влияния оказал Yahoo. Джек явно отставал от китайских интернет-лидеров. Хотя бы потому, что в 99-м году у тех уже были продвинутые компании, а у него ровным счетом ничего. Но ведь он объяснял ничего не иметь и ничего не бояться главным принципом. А еще у него было и преимущество. Коммуникабельность и харизма. Джек попал на страницы авторитетных бизнес-журналов. Его высказывания разбирали на цитаты, а если надо, он мог приписать цитату более авторитетному гуру. Умение мыслить международными категориями. Он говорил, наши конкуренты не здесь, наши конкуренты в Кремниевой долине. Эти ранние лидеры скоро сменятся тремя королевствами. Tencent, Alibaba и Baidu. В феврале 1999 года в неотапливаемой квартире собрались 18 первооснователей Alibaba. Многие из-за холода сидели в пальто. Но Джек организовал съемку для истории. Он уверил, что ее компания проживет не меньше 80 лет. Потом увеличил срок до 102 лет, намереваясь охватить три столетия и с 20 века добраться до 22. Число пользователей интернета в Китае умножалось стремительно. В начале 1999 года 2 миллиона, к лету 2000 года 17 миллионов. Цена серфинга снизилась в 10 раз. Установка второй телефонной линии стала бесплатной. Интернет-кафе повсюду. Китайские интернет-компании росли за счет числа юзеров. Их легче удовлетворить, дать им интересный контент, игры, почту, соцсети. Джек сделал ставку на предпринимателей. Alibaba создавалась как виртуальный рынок. Пришлось решать вопрос платежей. Из чего со временем вырастет Alipay. А пока придумывать варианты депонирования оплаты. Следить за качеством товара и добросовестностью обеих сторон. Оплачивать штат арбитров. Вести репутационный рейтинг участников. Огромная ответственность. В США онлайн-компании B2B уже функционировали. Но в Китае были два фактора, неблагоприятные для этого формата. И как раз на этом сосредоточил внимание Джек Ма. Первое. Это отсутствие платежных систем, связей, проблемы логистики, дефицит доверия. Второе. Многие десятки миллионов мелких компаний, а не киты, как в США. Сложная, десятилетиями выстраиваемая архитектура Alibaba Group ответ на эти вопросы. Пятая глава. Креветки, киты и кунг-фу. Alibaba создалась не для китов, а для сотен миллионов мелких производителей и торговцев. Креветок. В 2003 году Джек сделал логический шаг к B2C и EC2C. Taobao. Противоставление китов и креветок Джек позаимствовал у Форреста Гампа, который сменил Тома Сойера в роли любимого героя. С философией Форреста Гампа огранически сочеталась любимая Джеком романа Уся. Восточное единоборство в историческом антураже. Джек настоял, чтобы сотрудники выбрали себе псевдонимы из этих романов. Сам он был наставником кунг-фу, а позднее роженосцем. В духе кунг-фу Джек учил друзей превращать слабость в силу, радостно принимать перемены, быть командой и вставать на голову, чтобы перевернуть взгляд на проблему. Еще в пору первой поездки в Австралию Джек веселил новых знакомых, изображая пьяное кунг-фу. Пьяное кунг-фу Джек Ма – способ сблизиться поверх культурных барьеров, умение смеяться над собой, источник бодрости среди неудач. Кунг-фу Джека Ма – вера в великое будущее и нежелание писать бизнес-планы. План ведет к верному провалу. Из-за этого Алибаба потеряла потенциальных инвесторов. Но Голден Сакс влюбилась в кунг-фу и команду Джека и решилась на столь же внезапные и алогичные шаги, вложив в Алибаба 5 миллионов долларов, предназначенных для осторожных инвестиций в регион. И это несмотря на то, что Джек честно предупреждал, интересы акционеров всегда будут на третьем месте, после сотрудников и клиентов. Кунг-фу Джека Ма – это корпоративный дух, песни и праздники. Кампус, где все бесплатно, как в Кремниевой долине, в том числе велосипеды, тандемы – символ одного из принципов Алибаба. Командная работа над личным совершенствованием. Это сотни с личным свадеб сотрудников, которые празднуются в один день. Молодоженам выдаются кредиты на покупку жилья. Это люди Али со стажем от 3 лет, получающие опцион на акции группы, доступ к управлению компанией и участию в ее прибылях. Небывалое дело для Китая, где сотрудники гораздо чаще не друзья, а бесправные батрахи. Небывалое уважение к интересам клиента. Такое же уникальное ноу-хау Алибаба-групп, как и корпоративный дух. Джек Ма, если и не выдумывает собственные технологии, то охотно принимает все, что может пригодиться его клиентам. Хотя его и раздражали бюрократичность государственных интернет-сайтов, которые ему пришлось сделать в Пекине, своим клиентам Джек обеспечил весь спектр государственных гарантий и услуг. Проверку надежности продавцов и контрагентов, бизнес-чат, прием рекламации, поддержку выхода на экспорт, юридические консультации. С этим не сравнятся даже самые продвинутые интернет-компании вроде Амазон. При этом Алибаба и Таобао сохраняли уютный дух рынка. Здесь можно торговаться, можно предлагать самодеятельные, поддержанные и самое что ни на есть дешевый товар. Джек Ма поднял статус не только производителя и продавца, но и покупателя. Китайцы не были избалованы шопингом, и денег не имели, и государственные магазины приветливостью не отличались. Посетители интернет-рынка почувствовали себя желанными и уважаемыми. Их поощряли покупкам, выгодными кредитами и благодарили подарками. Еще одна особенность, выгодно отличающая Алибаба-групп. Сейчас китайцы держат первые в мире позиции по онлайн-шопингу. 40% китайцев покупают еду онлайн, в четверо больше, чем в США. Концептуальное решение Джека – отказ от комиссионного сбора. Он выдержал этот принцип, даже когда на смену первым соперникам пришли более грозные – Тенсен и Байду. Все интернет-компании взимали комиссию со сделки, только Джек Ма довольствовался платой за рекламу. И то предлагал как абонементную версию, так и по результату. Из сей Алибаба-групп комиссию получала Тим Тэмо, работающая в сегменте брендовых товаров. При этом на продаже и на должности арбитра в Джек держат существенно больше сотрудников, чем его конкуренты. В итоге интернет-торговля осталась за Алибаба. Тенсен занял нишу игровых приложений и соцсетей, а Алибайду стала китайским Гуглом. Оригинальный Гугл быстро махнул рукой на китайский интернет с золотым щитом, цензурой и требованием сообщать сведения пользователей. Алибаба в этом смысле меньше могла положиться на китайские преференции. Власти были и остаются суровы к поисковым системам и соцсетям, но не препятствовали деятельности в чистом виде коммерческих и торговых интернет-компаний. Глава третья. Акулы и аллигаторы. И все же от китайской бюрократии польза для Джека была в том, что иностранные инвесторы вскоре предпочли находить местных партнеров, а не заходить в страну самостоятельно. Особенно это касалось интернет-компаний. В 2005 году был заключен договор, предоставляющий Джеку доли в Яху и франшизу чайную Яху, а Яху 40% аискс и Алибаба групп и перевес в Совете директоров. Сверх того, Джек получил миллиард долларов, который влил в убыточный на тот момент Тао Бао и одержал окончательную победу над Ебэей. В 2005 году сделка была однозначно выгодна для Алибаба. Пять лет спустя выигрыши было уже Яху, для которой акции Алибаба оказались одним из главных активов. Джек же выражал сожаление о том, что лишился столь значительной части созданной им компанией и описался неприятности с властями, если представители Яху попытаются использовать свои голоса в Совете директоров. Они не понимают китайской специфики. Кроме китов и креветок, в мире Джека Ма, как выяснилось, водились акулы и аллигаторы. При всей глобальности планов изменить мир, при всей любви к английскому языку и готовности смотреть на себя со стороны, Джек Ма оставался прежде всего китайцем. Он нацелен на внешние рынки, но своим собирается владеть безраздельно. Словом, в море никто не совладает с акулой, но и акула не сунется к аллигатору в реку. Аллигаторство сполна проявилось в 2011 году, когда обнаружилось, что Джек вывел Алипей из структуры совместного концерна и теперь 80% акций в этой платежной системе принадлежит ему, а 20% – его давнему партнеру. Свой неоднозначный с точки зрения бизнес-этики поступок Джек объяснил предчувствием. Скоро государственный регулятор запретит деятельность платежных систем со смешанным капиталом. Yahoo, как прежде Google, предплатила на том расстаться с Китаем и продала Джеку его акции по цене в пятеро превышавшие инвестиции 2005 года. К IPO 2014 года Alibaba Group пришла в виде полного цикла, охватывающейся все уровни рынки, от самых дешевых сегментов до эксклюзивных брендов, собственная платежная система и доставка. IPO подтвердила международный статус компании, активно осваивающейся седние и дальние рынки, среди них США, Бразилия, Россия. Политика Аллигатора оказалась более успешной, чем политика Акулы. А освоив собственный мир, Джек Ма и в самом деле способен в следующие 15 лет изменить мир, как было заявлено после IPO. Заключение. Сюжет дома, который построил Джек, это архетипическая история успеха. Ведь это рассказ не только о том, как с нуля была создана одна из крупнейших в мире компаний. Как мальчик из простой семьи нашел достойные Алибабы сокровища. Это история страны, до неузнаваемости изменившейся за 40 лет. С тех пор, как мальчик приезжал на велосипеде к отелю, где останавливаются иностранцы, и просил научить его английскому. Многие стереотипные представления Китая в последние 15-10-7 лет потребовали пересмотра. Сейчас здесь больше зарабатывают на высокотехнологических изделиях, создают интернет-компании, которые обходят всех конкурентов. Китай активно осваивает мировой рынок. Радикально изменился внутренний рынок самого Китая. Таобао включил мощный источник национальной экономики, личное потребление. В США траты...